Пока свободен, в обмен на 3 миллиона, в понедельник определялась мера пресечения для экс-руководителя областной избирательной комиссии. Напомним, он обвиняется в получении взятки в несколько миллионов рублей. Из зала суда Яна Хромова. В Кировском суде Ярославлян Шлаг Фемида определяла меру пресечения бывшему главе областного избиркома. Денис Васильев обвиняется в получении крупной взятки. 9 октября он был задержан в служебной машине с суммой в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Эти деньги он получил от представителей рекламной фирмы. В следствии ходатайства о залоге в размере не менее 5 миллионов рублей. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Однако раненый судим не имеет постоянное место жильца в настоящем времени. Особожден от трудности председателя избирательной комиссии Совской области. У органов в следствии имеется информация о том, что он может скрыться в следствии суда. Однако, полагаем, возможно избрать ему меры пресечения в виде залога в сумме не менее 5 миллионов рублей. Адвокаты Дениса Васильева предоставили суду справку о доходах своего подзащитного за текущий год и просили снизить размер залога до разумной суммы. Защитники заметили, что минимально предусмотренная сумма залога 500 тысяч рублей. Увеличивать ее в 10 раз это слишком много. К делу были приобщены и многочисленные грамоты и награды Дениса Васильева. Выяснилось также, что бывший глава области сберкома последнее время находился в больнице с травмой обеих ног. Сейчас он выписался из стационара, но до сих пор на больничном. Известно, что он частично признал свою вину, не согласившись, правда, со статьей обвинения. Последственные практики, крайне дешевые случаи, пять человек, получивши деньги незаконным способом, стараются возместить, отдать, раскаяться и освободиться от заниманиями воздействиями. Это говорит на слоисти человека. Собрать эту сумму в течение 7 дней, 5 минут на поле, ему будет сложно, я бы считал, даже невозможно. Сам Денис Васильев выглядел не лучшим образом, хотя был не против видео и фотосъемки. Я присоединяюсь в позиции господин защитников и просил бы суд ровно на смене суммы до 3 миллионов рублей. В итоге суд учел доводы защитников и мнение самого обвиняемого и назначил единственному в стране обладателю всех наград ЦИК меру пресечения в виде залога в 3 миллиона рублей. Внести эти деньги он должен до 24 октября. Яна Хромова, Михаил Орлов.